Ролик с моментом столкновения облетел в социальной сети. На кадрах видно, как поезд на скорости врезается в автобус, который остановился на рельсах. Свидетели рассказали, что транспорт неожиданно попал в затор. В это же время начали закрывать переезд. Однако водителю транспорта не удалось ни сдать назад, ни проехать вперед. Очевидцы рассказали, что поезд сигналил водителю автобуса, но тот уже ничего не мог сделать, потому что шлагбаумы были закрыты. После аварии местные жители вышли на митинг и потребовали построить мост. Министр Скляр заявил, что строительство начнется только к 2020 году. Однако его возведут не на месте аварий, а дальше. И вот почему. Для того, чтобы построить путепровод именно в этом месте, необходимо осуществить снос порядка 70 частных домостроений и двух автозаправочных станций, что повлечет к огромным расходам бюджета. Каждый день на переезде, где произошла авария, проходит 65 поездов и 10 тысяч автомобилей. По словам местных жителей, подобные аварии происходили и раньше, просто они не вызывали резонанса. А куда же автомобилям деваться, удивляются местные жители, ведь пробка здесь длится несколько часов, поэтому и заезжают на переезд. А когда идет поезд, опускают шлагбаумы и поднимают металлические препятствия. Ехать некуда, рассказывают очевидцы. Если для машин есть шлагбаумный семафор, то для пешеходов оповещательным сигналом является сотрудница станции, которая свистит в сесток. Ходить людям приходится прямо по рельсам и шпалам. Благо водитель успел высадить людей, иначе жертв было бы больше. На видео вы все видели, что автобус остановится на железнодорожном переезде. В момент столкновения, до столкновения в автобусе было 20 человек, из них 16 самостоятельно с задней двери автобуса смогли выйти. В автобусе осталась женщина, двое детей, а также водитель автобуса. Водитель автобуса скончался. В настоящее время в больнице врачи прилагают максимум усилий для сохранения жизни и здоровья матери и двух ее детей. Как рассказали местные жители, жена водителя была кондуктором. Они работали вместе. У погибшего мужчины остались четверо детей. А малыши, оказавшиеся в автобусе, находятся в крайне тяжелом состоянии. Обе получили серьезные травмы головы. У старшей диагностирована черепно-мозговая травма с повреждением лобной кости. Младшая получила ушиб головного мозга, при котором повредили также ствол головного мозга. Обеих ввели в искусственный медикаментозный сон. Мать-сестер поступила с сотрясением головного мозга. У нее переломы правого плеча, четырех ребер, левой ключицы и левой лопатки. Бауржанжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.